Всем привет и добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я хочу протестировать с вами 3 новинки от Maybelline. Они ко мне только вот приехали, я еще даже коробку не распечатывала. Я очень ждала, когда же эти продукты появятся у нас в магазинах. И как только они появились, я тут же сделала заказ и решила снять для вас видео. Я уверена, что оно будет интересно для тех, кто тоже смотрел на эти новинки и сомневается покупать их или не покупать. Поэтому давайте распакуем посылку и посмотрим, что же там. Сегодня мы будем тестировать с вами 3 продукта. И самый первый и главный это, конечно же, Cushion от Maybelline. Я уже давно на него засматривалась, но он был доступен только в Америке и к нам пришел буквально в этом месяце. У этого Cushion есть SPF 20 и, насколько я знаю, он имеет большую степень покрытия, чем Cushion от L'Oreal. Также я долго сомневалась, какой мне оттенок выбрать, потому что их у них довольно много. Я решила выбрать самый светлый, но и первый Natural Ivory. Поэтому будем надеяться, что он мне подойдет. Вот, далее Maybelline выпустили рассыпчатую пудру, которая называется Mass Fix. И в последнее время я очень люблю пользоваться именно рассыпчатыми пудрами. Тут она еще имеет нейтральный оттенок, то есть она подойдет абсолютно всем. Она просто беленькая и мне очень интересно, что она из себя представляет, потому что в масс-маркете не так и много таких подобных продуктов. И последнее, что я увидела на сайте и мне показалось, что это новинка, это хайлайтер под бровь, который называется Brow Precise. И тут у меня оттенок 02 Medium, насколько я знаю, оттенок шампанского. Поэтому давайте будем приступать и тестировать. Начать я, конечно, хочу с тестирования Cushion. Давайте посмотрим. Мы его с вами сейчас откроем, посмотрим, что там внутри. Ну вот и сам Cushion. Он выглядит таким образом, то есть обычная стандартная упаковка, как у всех. Тут у нас есть этот силиконовый спонжик, вот такой вот беленький пока что. И, собственно, сам Cushion. Мы давайте его вместе с вами откроем и посмотрим, подойдет ли мне оттенок. Вот так выглядит. Давайте сначала я сюда просто пальчиком залезу, чтобы посмотреть на оттенок. Ну, несмотря на то, что написано, что 01 Natural Ivory, да, он довольно желтоватый. Если честно, не такой он уже и светлый. То есть я даже не знаю, как они распределяют свои оттенки. Надо было бы сходить в магазин и именно посмотреть там. Но я заказывала онлайн. Знаете, если честно, он не кажется таким светлым. Поэтому давайте на половину лица я нанесу Cushion при помощи плотной кисти. И уже на половину при помощи родного спонжика довольно хорошо отдает сам тональный крем. То есть губка хорошо так пропитана. Ну и давайте смотреть. Вот, наверное, сейчас вам будет лучший виден оттенок, кстати. Но мне он, в принципе, подходит. Да, тут покрытие гораздо более плотное, если честно. Потому что вот я сразу вижу, что покрытие плотноватое. Ну и давайте распределять по коже лица, чтобы вы сами наглядно смогли посмотреть, что он из себя представляет, что он прикрывает, что он не прикрывает. У меня, если честно, даже нет тональных кремов от Maybelline. По крайней мере, я не могу вспомнить, чтобы у меня не были. Поэтому, конечно, интересно мне попробовать. Так, конечно же, захожу на зону шеи. Чтобы у нас все сливалось хорошо. Так. Лоб я покрою кистью просто. Ну вот, посмотрите, вот вам сторона вместе с кушоном, с тональным кремом с таким. И эта сторона у нас пока что без какого-либо покрытия. Ну, что я могу сказать. При помощи кисти действительно такое плотное покрытие. Первый оттенок не такой уже светлый. Если вы еще светлее, чем я, то он вам будет темноват. Давайте теперь на вторую сторону нанесу при помощи вот этого спонжа. Как я и сказала ранее, этот продукт, вот эта губка хорошо пропитана. То есть, буквально с одного касания вы получаете очень много тонального крема. Допустим, в других кушанах нужно постараться, чтобы набрать. Вот видите, насколько, ну не знаю, видно на камере, не видно, насколько оттенок действительно такой, даже немножко рыжеватый, что ли. То есть, он действительно не такой светлый, если честно. Так что, если вы еще светлее меня, советую сразу не брать первый оттенок, а именно посмотреть в магазине. Возможно, у них какой-то десятый оттенок, он будет более светлым. Но почему-то я думала, когда брала, что начал Айвери и ноль первый оттенок, что он должен быть таким прям светлым-светлым. Но нет. Так, ну... Могу сказать, что губка наносит еще более плотным слоем. То есть, какие-то покраснения он замаскирует, но воспаление вряд ли. Среднее покрытие, я бы даже сказала, не легкое, не супер плотное, но среднее, довольно живое. То есть, могу увидеть, что не особенно где-то скатывается. Красиво, в принципе, ложится, но вот если бы не оттенок, все-таки мне хотелось бы посветлее. Тут же все-таки немножечко просвечиваются какие-то небольшие пятнышки. То есть, действительно, покрытие не такое плотное, но и не совсем легкое. Она гораздо более плотная, чем у Кушина от Лореаль. Поэтому, если вам Лореаль не подходил из-за того, что он был такой сияющий и совсем прозрачный, то посмотрите на этот Кушин, потому что он более плотный, и он и не матовый, и не свечащийся. То есть, такой натуральный эффект на коже получается. И если у вас сухая кожа, то я бы, наверное, даже не припудривала. Вот. Что касается оттенка, я его смогла растушевать на своей коже. Но если у вас кожа более светлая, светлее, чем у меня, то присмотритесь к какому-то более светлому оттенку. Теперь давайте посмотрим на пудру. Рассыпчатая пудра. Сейчас мы ее вместе с вами откроем. Так, тут у нас нет никакой пуховки. Тут у нас с одной стороны вот такие вот дырочки. И это заклеено сейчас, потому что пудрочка новая пленочкой. Мы ее сейчас уберем вместе с вами. Вот так вот. И, как я понимаю, нужно немножечко высыпать на крышечку. И давайте сначала более маленькой кистью я закреплю тональный крем и консилер под глазами. И посмотрю, насколько приятна эта пудра. Так. Я всегда закрепляю свой тональный крем или консилер под глазами при помощи прозрачных пудр. Поэтому, конечно, интересно посмотреть. Так, ну, кожа довольно гладкая тут. Пудра мелкого помола, она действительно очень нежная. Так, и теперь я бы вообще не закрепляла этот кушин, но возьму кисть побольше и нанесу уже эту пудрочку на все лицо. И, опять же, от таких пудр мне очень нравится чувствовать эффект такой выглаженной кожи, сглаженных, затертых пор. Поэтому, сейчас нанесем чуть-чуть. Посмотрим на эффект. Так. Берем зеркало и ощущение приятное. Очень приятный пудр. Чувствуется, что пудра очень мелкого помола, она очень нежная. Мне напоминает на пудру от Innisfree именно из-за того, что она такого мелкого помола, как мука. Не знаю, конечно, как моя кожа будет вести себя дальше. Ну и последнее, что мне хочется с вами протестировать, это такой хайлайтер под бровь. Для тех девчонок, кому нравится высветлять свои брови там консилером или еще какими-либо хайлайтерами, Maybelline выпустили вот такую вот штуку. Насколько я знаю, она идет в трех оттенках. Она выкручивается у нее вот такой вот, точнее у него, у этого хайлайтера вот такой вот интересный срез. Так, посмотрим, что у нас тут за оттенок такой. Оттенок очень напоминает консилер, и он абсолютно не сияющий. То есть, насколько я понимаю, им нужно все-таки осветлять эту зону, как-то подчеркивать. Так, наносим под бровь, и я буду пальчиком растушевывать. Вот так. И на вторую. Конечно, прикольный срез, но мне бы хотелось, чтобы он был немножечко поменьше. Я бы советовала все-таки наносить до нанесения теней. У меня сейчас сделан макияж глаз, и немножечко задевает, смазывает мои тени. Но оттенок, я сказала, очень натуральный. Не знаю, вот, возможно, стоило взять оттенок посветлее, но он абсолютно матовый. И, возможно, подчищать как-то то, что вы нарисовали на своих бровях. Очень даже. Так. Я не знаю, заметили вы какой-то результат, потому что мне напоминает эта штука какой-то просто консилер. И я не уверена, что стоит на это тратить деньги. Короче. Давайте еще нанесу помаду, которую я вам тоже показывала. Это помада от Maybelline, оттенок 987, из матовой линейки. Очень приятная. Ну, раз мы тестируем новинки от Maybelline, эта помада тоже вышла, именно этот оттенок, не так давно. Поэтому наносим. Вот такой вот приятный розовый нежный оттенок, который, мне кажется, безумно весенним, таким нежным, очень красивым. Помады от Maybelline из этой линейки матовой, они очень комфортные, очень кремовые. Поэтому вот такой вот быстрый макияж у меня получился. Новинки, конечно, очень интересные. Я очень рада, что Maybelline настолько активные. Они следят за трендами, выпускают то, что нам, девочкам, интересно. То, что выпускают более дорогие бренды. Но для нас они делают это более доступным. И Кушен мне, в принципе, понравился. Он очень приятный. Единственное, подберите для себя правильный оттенок. Потому что этот, ну, на лето, наверное, будет мне хорошо. Но на зиму он мне будет определенно очень темным. Но если отбросить именно оттенок, могу сказать, что приятный, с хорошим покрытием. Единственное, что все-таки я бы советовала использовать чуть-чуть. Наносить тонким слоем. Потому что может немножечко скатываться в какие-то скадочки, морщинки. Поэтому наносите тонким слоем. Но определенно это классная новинка. Сейчас у нас в магазинах этот Кушен по скидке. Я оставлю ссылки, где я заказывала эти новинки. И, возможно, если вы живете в Англии и хотите пробовать эти новинки, то вам будут полезны эти ссылки. Я надеюсь, что вам понравилось это недолгое, быстрое видео. Но действительно, очень хотелось поделиться с вами этими новинками. Протестировать их. Знаете, вот такое ощущение, что ко мне пришла подружка в гости. Мы распаковали эту посылку с новинками. И сидели вместе красились. Мне такие видео очень нравятся. И я надеюсь, что это видео и вам понравилось. Огромное спасибо, что нашли время посмотреть сегодня это видео. Не забываем заглядывать на мой инстаграм. Там всегда новые фотографии. А с вами я увижусь очень скоро в новом видео. И следующее видео у нас будет про уход за кожей лица. Поэтому я уверена, что вы тоже найдете его полезным. Ну что, до новых видео. Всем пока!